Сегодня с рабочей поездкой в нашей республике находится председатель созданного по поручению президента России фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. В ходе встречи с главой Карачаева Черкесии она высоко оценила выстроенную в регионе систему поддержки участников СВО и их семей. Анна Евгеньевна особо отметила чуткость коллектива фонда, в том числе и работающих волонтеров. Рашид Семрезов отметил, что действительно искренность и неравнодушие и внимание отличает сотрудников филиала фонда. Наши ребята ждут от нас поддержки во всем и мы будем обязательно и дальше наращивать выстроенную работу, улучшать оперативно, решая все вопросы, добавил глава республики. Поблагодарив Анну Цивилеву за оказанную помощь и поддержку и выразил уверенность, что совместные усилия позволят бойцам восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни и стать активными членами общества. Уютный, гостеприимный, чуткий, отзывчивый. Это еще и те кадры, которые у вас там работают. Безусловно, под руководством такого чуткого опытного руководителя, сам по себе коллектив, он очень профессиональный. И ни одно обращение не остается без внимания. Кроме того, что наш фонд оказывает помощь и поддержку демобилизованным ветеранам специальной военной операции, людям, которые же уволены, вернулись домой к мирной жизни, семьям погибших бойцов. В филиал обращается очень много и семей участников, и самих участников, которые приходят в отпуск, и для них требуется решение той или иной задачи. И, конечно же, все сотрудники, очень чутко понимая, что этих людей все равно нельзя как-то перенаправить куда-то, помогают им решать эти задачи. Выходят на Министерство обороны, выходят на военкоматы, комиссариаты, организуют сбор документов как раз в военно-врачебных комиссиях, то есть тех справок, документов, которых ребята не могут добиться из-за неких там бюрократических проволочек и долгого пути. Поэтому берутся за любые задачи. Организована хорошо медицинская служба, психологи медицинские работают. Это тоже очень важно. Мне приятно, что филиал открыл свои двери, и там работают и волонтерские организации, комитет семей воинов Отечества с вдовами, с матерями погибших ребят, работают очень плотно. То есть именно такое использование и объединение всех сил, всех ресурсов в области, которые дают возможность эффективно решать поставленные задачи. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете, потому что мы понимаем, без межведомственного взаимодействия, без поддержки органов власти работа фонда не могла бы быть столь эффективной. Мы с первого дня органы государственной власти, органы муниципальные, законодательные, а самое главное, люди собрались вокруг того, чтобы решать оперативно, решать искренне те проблемы, вопросы, которые сегодня есть у семей наших ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Продолжение следует...